Всем добрый день! Сегодня я вам покажу, как делать брошь из янтаря, еще одну очередную брошь. Итак, смотрите, что же нам понадобится. Для этого нам нужна медная проволочка 3 мм диаметром, размером 10 см. И вот я набираю бисеринку маленькую, 11 размера. Затем я беру бусину янтарную и прохожу одним концом обратно в янтарную бусину. При этом бисерина у меня остается здесь, я ее не трогаю. Вот, кончики не обязательно складывать, чтобы они были одинаковые. Теперь я набираю еще 3 бисерины, но уже более крупного размера. Это у меня где-то шестерочка бисер. Бисер, конечно же, чешский, потому что если у нас янтарь, природный материал, то и бисер должен быть качественный. Итак, у меня получилась вот такая гроздочка, видите, симпатичненькая. Их нужно несколько, 5 штук. Вот я заранее, конечно, подготовила эти гроздочки. Вот, вот они уже у меня сделаны, видите, да? 5 штук у меня. И я их буду сейчас вот все вместе скручивать. Вот получилась вот такая у меня гроздочка красивенькая. Вот, видите, да? Скручиваю. Потом я беру еще такие же гроздочки. Вот они у меня уже готовы, еще 3 гроздочки. Так, всего должно быть 4 гроздочки, и в каждой по 5 ягодок, да, янтарных. И я теперь их тоже все вместе скручиваю. И так у меня получится вот такая вот брошь. Вот она, видите, какая, да? Ну, вот не хватает что? Ну, листиков не хватает. Немножко, как бы чего-то не хватает. Я покажу, как мы будем делать листики. Для этого нам нужно будет взять 5 листиков. Понадобится, опять же, медная проволочка размером 30 сантиметров. И вот у меня бисер. Это уже у меня тоже 11 размер бисера. Золотистый бисер, видите, как, да? Набираю я 3 бисеринки. Проволочки теперь я выравниваю кончики. И прохожу одним концом проволоки в 2 бисерины. Это у нас будет параллельное плетение. Да, проволочка 3 миллиметра, и бисер не всегда хорошо проходит. Если тоньше брать проволочку, то понятно, что бисер легко пройдет. Но тогда брошь будет держаться. Да, не хочет у меня тут проходить. Брошь будет держаться, не очень, так бы сказать, прогибаться будет. А чтобы она была поплотнее, то нужно все-таки, чтобы бисер был. Сейчас у меня 2 получилось. Вот так у меня закрепило. Теперь я набираю еще 2 бисерины. И снова прохожу одним концом в эти бисеринки. И снова их внимательно здесь все до конца докручиваю. Получается вот еще такое звено. Дальше набираю 3. И так постепенно буду набирать до 8. Когда наберу уже 8, сейчас у меня 3, за следующее звено будет 4, потом 5, 6, 7, 8. Потом снова еще раз будет 8. А потом я их буду уменьшать в обратном порядке. 7, 6, 5, 4, 3, 2, и 1. И таким образом у меня получится золотистый листик. Вот у меня 3 звена. И дальше 4, 5, 6, 7, 8. Итого у меня получится вот такой вот симпатичный листик. Видите, я наперед тоже сделала листики 5 штук, чтобы это было как-то быстрее показано. Конечно, можно брать проволочку 40 сантиметров и набирать тогда больше бисерин. Можно 3 ряда по 8 пройти, потом еще 2 раза 7. И получатся вот такие листики. Теперь я беру нашу брошь и начинаю ее прикладывать к ней листики и скручивать. Вот таким вот образом. Вот один листик. Второй. Третий. Четвертый. Конечно, это же все можно придумывать и 3 листика. Если листики будут побольше размером, их можно 3 положить. У меня они поменьше, я их 5 сделала. И вот у меня получается вот такая вот симпатичная брошь. Что дальше нужно сделать? Нужно взять застежечку. Вот такую наша брошь, все-таки большая, потому такая застежка. И взять ниточки, вот они у меня, люрексовые ниточки. И аккуратненько-аккуратненько эту брошь, эту заколочку прикрепить к броши и обработать, ну, примерно ниточками вот досюда. А потом взять щипчики и вот это вот тогда аккуратно убрать щипчиками и домотать дальше до конца проволочку. Я уже сделала готовую брошь, покажу вам я сейчас. Вот смотрите, видите, уже все обработано. И здесь мы видим заколочка. И вот смотрите, как симпатично она будет смотреться. Вот такая брошь, янтарная гроздь у меня получилась, как видите. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите наш канал. Ставите лайки. И всем пока. До свидания.